Депутаты районной думы 5-го созыва встретились на очередном заседании. На повестке 12-й по счету встречи стояло больше вопросов, чем обычно. Их парламентарии активно решали на рабочих заседаниях. Народные избранники и присутствующие руководители структурных подразделений заслушали несколько годовых отчетов. От руководителей к некоторым у парламентариев даже на основном заседании еще остались вопросы. К примеру, дополнительное обсуждение вызвало опрос по реорганизации нескольких образовательных организаций. Подробности встречи смотрите в сюжете Екатерины Маховой. На заседании присутствовало 10 депутатов районной думы. На повестке дня стояло более 20 вопросов. Работа парламентариям предстояла большая. И несмотря на то, что все вопросы были проработаны на рабочем заседании, обсуждение некоторых из них было продолжено. Одним из первых опросов, представленных депутатом для голосования, был бюджет Ямальского района на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Начальник департамента финансов Ирина Конырева подробно рассказала об уточнении основных параметрах бюджета района по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета при уточнении составили 4 млрд 533 млн рублей, а расходы – 5 млрд 42 млн. Общая сумма увеличения доходной части бюджета составляет 37 млн рублей. Доходы бюджета муниципального образования Ямальский район увеличиваются за счет собственных доходов в сумме 12 млн рублей, в том числе за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 4 млн рублей. Каждая цифра доклада была разъяснена депутатам на рабочем заседании, потому проголосовали единогласно. Вопросов к докладчику не возникло. Также, как не вызвал дополнительных уточнений, вопрос о порядке финансирования мероприятий в сфере культуры и молодежной политики. А вот тема реорганизации сразу нескольких образовательных учреждений вызвала ряд вопросов. Речь шла пока лишь о проведении опроса граждан, с целью выяснить их позицию по этому вопросу. Реорганизация, возможно, коснется Ямальского учебного центра путем его присоединения к Центру внешкольной работы и детского сада «Брусничка» путем его присоединения к детскому саду «Солнышко». Решение по этой теме еще не принято, но один из депутатов по первому пункту проголосовал категорически против. Прежде чем реорганизовать образовательную организацию в сельской местности, необходимо учесть мнение населения. Мнение населения учитывается в соответствии с решением районного об утверждении положения об опросе граждан. И сам опрос проводится по решению представительного органа. Я считаю, вообще этот вопрос надо было поднимать. Раз нет перспективы объединения, зачем поднимать вопрос? Ну, не факт, что произойдет эта реорганизация. Я понимаю, что не факт. Перспектива, я так понимаю, просчитывается, поэтому все будет зависеть. Это готовится почва. То есть сейчас, если пройдет просчет, я так понимаю, да? На прошлом. И будет целесообразность, то опрос уже проведен. Согласно сегодняшнему принятому решению районной думы, опрос будет проведен с 30-31 марта. Опрос населения, отношение населения к данному вопросу. И, соответственно, где-то в середине апреля начнется процедура реорганизации. Данная процедура занимает два месяца, два-два с половиной месяца. Рассмотрев основные вопросы повестки, парламентарии вместе с присутствующими руководителями структурных подразделений администрации заслушали доклады о работе за 2016 год. Первой со своим отчетом выступила председатель контрольно-счетной палаты Лилия Весторопская. Подробно в цифрах она озвучила результаты многочисленных проверок и представлений руководителям учреждений и оценила их работу как удовлетворительную. Также, но уже свою деятельность, а точнее деятельность отдела по Ямальскому району оценил начальник ОВД Александр Васильев. В его докладе прозвучали цифры, характеризующие количество совершенных преступлений различной тяжести и их раскрываемости. А, да, у меня вопрос. У вас вот написано, что 100 грабежей увеличилось на 200%. А сколько процентов раскрываемости грабежей? 100% там ниже написано. 100%? Да. 100% раскрыто. Хорошо. 200% увеличилось. Но увеличилось, да. У нас не хватает сил и средств на улице. Также с отчетом о деятельности района и думы за 2016 год выступил председатель Александр Алексеевич. Он рассказал присутствующим, как строилась работа депутатского сектора в прошлом году, в каких направлениях велась работа, сколько вопросов было рассмотрено за отчетный период и каких сфер они касались. Вчера мы на рабочем заседании тоже мучили наших докладчиков вопросами. Ну и сегодня, по ходу, просматривая доклады полные возникают, потому что на самом деле информации очень много. И, конечно, сегодня сокращенные варианты отчетов. А когда ты сидишь, у тебя полные все данные, хочется где-то в цифру в какую-то вникнуть, может быть, проследить динамику. Традиционно заседание завершилось утверждением даты следующего. Очередное, 13-е заседание районной думы состоится 8 июня. Екатерина Махова, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Ярселе.